Добрый вечер, Реутов! Добрый вечер, гости Лайки Бара! Сегодня у нас, знаете, событие, мы открываем цикл передач здесь, надеюсь, он продлится долго. У нас ведется видеосъемка на портал YouTube, прямая трансляция на данную секунду происходит, поэтому просьба всех вести себя как достойно, стараться, и извините за неудобство, что здесь камеры стоят. Нас смотрят около 6 миллиардов, поэтому можно выглядеть не очень достойно. Мы начинаем, сейчас вы и Сергей, дальше будет продолжать. Спасибо. Один, один. Минутная готовность. Минутная готовность. Минутная готовность. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 исполняет на самом деле группа который исполняет известные произведения а также имеет в арсенале свои произведения есть можно вот поинтересоваться у вас есть что-нибудь из репертуара дюйма мне просто интересно я не был знаком раньше с хулиганс не просто интересно в вашем прочтении потому что некоторые произведения лучше все готовится вот обратите внимание это сидит художественный руководитель группа правильно сергей катников друзья мои поаплодируем оказалось что должен быть человек с длинной бородой и он был еще прописан в одной очень интересной сказке про буратино то есть он должен управлять всем этим процессом то есть как это управлять да то есть он должен всем рассказывать кто что должен играть ругать всех пугать не платить денег до концерт заставить танцы и заставили заставить а мы ждем наши вопросы из интернета и естественно от вас дорогие наши посетители ресторана наши гости ну что ж лаки бар сегодня в концертной программе а мы продолжаем хулиган с переводе гламурные хулиганы аплодисменты хулиганы аплодисменты хулиганы 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 аудитория потому что именно вы пришли сюда посмотреть все живьем а потом еще посмотрите работу над ошибками в интернете ну чтож я не буду долго занимать эфир потому что мне очень очень нравится как вы играете русскую шоу тянуты на русском языке написано то есть не не д ф а р и ну предположим давайте-ка русскую попросим ребят русскую я боюсь поэтому я думаю что все зрители с удовольствием сделают это правильно на самом деле сергей у нас тоже поет он очень любит петь он не только барабанщик но у него свой микрофон в виде барабанной палочки почему так низко и это вы устили а мы пока споем пока он играет что стоишь качаясь просто у меня ноги кривые вы не смотрите головой склоняясь и и и и и и Вставай, милая! Мой выход, скажи! Говорю, ему выход! Говорю, ему выход! Я бы не видел, чтобы перебраться Я бы тогда не стала гнуться и качаться Я бы тогда не стала гнуться и качаться Я бы тогда не видел, чтобы перебраться 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 Оле-оле! И тебя нельзя помнить Оле-оле! Только точно не отца Оле-оле! Сейчас я вернусь! А когда за мной вновь По крайцу пронесут Я пойду в этот дом И тебя больше нет Я оставлю любви На столе у окна И скажу это ты Выборя, обычно Все вместе! Оле-оле! Это просто слезы Эй! Нифига нельзя понять Эй! Оле-оле! Похожу серьезно Оле-оле! Оле-оле! Если мы вернемся Куда? Сюда! Ей! Ох, ах! Ох, ах! Ох, ах! Ох! И все вместе! Что стоит, качаемся Долго я любима Головой склоняемся До самого дыма На амористе Его ретро На амористе Его ретрина То есть он ARIN Бурган Такая Кноса и качатся Теперь можно! Наконец-то! Я хочу вам сказать анекдот Помните, когда Приходит муж домой А там в комнате любовник И такой огромный Два с половиной метра такой Берет этого мужа Выходит, ставит на кухню Рисует круг, ему говорит Смотри, если ты зайдешь за этот круг Я тебя убью Ну, они ушли Дальше в спальню И слышал такой идиотский смех Три раза Потом любовник ушел Жена выходит на кухню Говорит мужу, а что ты ржал-то? Он говорит, ну пока там были Я три раза переступил К чему рассказываю анекдот На телевидении дубль был бы запор Но только не у нас Потому что вот за эту линию Вас приходится уже искать И люди сразу начинают писать Верните музыкантов на сцену Но это и есть Преимущество Лайв-мещание, что все понимают Что мы все работаем здесь на одном дыхании И каждую секунду невозможно повторить заново Потому что сейчас В реальном времени все происходит Ребят, я на самом деле не слышал Вообще-то аплодисментов У меня как бы это... Риской не выходить Спасибо, это аплодисменты Замечательному гламурным хулиганам В переводе по-русски, раз уж вы пели русскую песню Что вы исполните нам на этот раз? Мы одноименную песню Ты хочешь микрофон сказать? Да, я хочу сказать, что песня Очень простая И припев очень простой Мы хули-хулиганы Очень хорошо Дети до 16-ти все спать На этой радостной ноте мы продолжаем нашу передачу А можно я не буду подпевать? Нет Тогда все поем, как они скажут Ну что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мой друг дальним вороб Чтоб зажечь музыкой город С малых тем в крае полетели Раскачать тебя мы сумели На возле стук Кромче звук Всяторы грузов Будем делать Эй! Кто-то здесь Кто-то там Ходит на литру Половит всю суть Даже если снег Даже если дождь Удивить в лицо Нам же все будет Все Что-то позитивно опасное Грустно жить Мы не закрываем свою суть Да мы ладно не будем Так Хулиган Хули-хулиганы 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 Не хулиганы Даже если снег Даже если дождь Будем бить в лицо Нам же все Ого Вин Святая Эта Мила Хулиганы Хулиганы Хули-хулиганы Хулиганы Кулиганы Мы хулиганы Сыракууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Браво! А мне хотелось бы напомнить, что эту песню вы никогда не увидите. Ни на первом, ни на втором, ни на третьем, ни на четвертом канале. Ее можно увидеть только в Ютьюбе у нас на PeopleStar, потому что это русский язык, всего лишь навсего фонетика. Добрый вечер, друзья. У нас коллеги здесь из клуба Милк. Я смотрю, Москва медленно подтягивается все ближе и ближе. Но я вам скажу, вы там тоже в центре себе, не особо там себе это. Думайте, что вы там вообще. Потому что здесь, в революте, есть уже метро. Чтобы вы понимали. Так вот, я... Магазин, что ли? Я вспоминаю... Нет, не магазин. Я вспоминаю такую старую историю, когда эта ветка заканчивалась на станции Новокосино. Ой, это, Новогиреево. И был такой смешной случай, но это рассказано, как они год. Сошли два студента, холодно, зимой. Это было рядом со станцией метро площади Лича. А бабушка стоит, продает пирожки, подходят два студента, говорят, бабка не подскажешь, где есть площадь, или как найти площади Лича. Она такая, посмотрела на них, а вот что, говорит, студенты, что ли? Они говорят, ну да. Плохо, говорит, вы, сынки, учитесь. Чтобы найти площади Лича, надо высоту Лича, умножить на ширину Лича. Вот таким образом шутили раньше. Не знаю уж, как будут шутить со станцией Новокосино. Думаю, может быть, что-то изменится. Что вы ржете все время? Что вы все время ржете? Покажите, пожалуйста, эти лица. Эх, нет на вас камеры. Ну что ж, а мы продолжаем? Мы продолжаем, да? Я немножко так, это, да? Ой, ты тоже здесь, Серега? Нет, купи на него. Кино, а то я все время смотрю, только спины вижу, спины. Тяжелая профессия барабайщика. Я только вижу ваши спины. Спинка металла. Я же хочу лица посмотреть тех счастливых людей, кто достал последний билетик. К нам сюда. На шоу. Вот мужчина, он без билета прошел. Молодец. Молодец. Ну что ж, а мы сейчас будем продолжать нашу музыкальную деятельность. Ты знаешь, я раньше пугался, когда в зале была тишина. Нет. Была совсем другая история. Я тоже иногда пел песни и пугался, когда люди сидели тихо. Мне всегда казалось, что они должны танцевать. Танцевать и понимать, что происходит? Нет, все понимаю. Потом ко мне подошел один народный артист и сказал, Сергей, ну, наверное, как в Большом театре, вы же не видите танцующих людей между рядами. Наверное, они думают, что вы большой артист. Таким образом... Может быть, ребята хотели увидеть Иосифа? Я бы так сказал, как зоны. Ну что ж, мы и это тоже можем. Мы ему звонили. Обещал подъехать. Кривое зеркало или отшлаг-отшлаг? У нас постоянно пресеким, так как мы тоже телевизор не очень сильно почему-то успеваем смотреть. А пленка есть? Пленка там есть. Вот техника. Вот куда дошла техника. Раньше пленку меняли. Помнишь, такие были? Да, да. Кассеты, битакам. А вы все никак не соскочите. Уже нормальные пацаны по Wi-Fi играют уже. И по Bluetooth. А вы все с проводами ходите. Это шутка. Это шутка. Все, кто нас смотрит сейчас в эфире, не слушайте. Ни одна зверушка не погибла в нашем ролике. И более того, я вам хочу сказать, этот трюк не пытайтесь повторить домашних условий. Не подключайте гидару к микроволновке. Это не получится. Микроволны работают по другому принципу. Кстати, ты знаешь, как работает микроволновка? Да. Я нажимаю на старт, и 30 секунд я подогреваю бутерброд. Горячий. Ну, я тебе хочу сказать, что микроволны, которые воздействуют исключительно на воду, если ты поставишь предмет, в котором абсолютно нет воды, он не нагреется. Зальвется просто микроволновка. А если и яичко? А мы же и яичко туда. На сочетание будет и микроволновке, и соседям. Значит, нельзя закрытые объемы ставить. Это мы говорим для тех, кто вдруг сейчас собирается приготовить и что-нибудь покушать. Так вот, когда молекулы воды начинают вибрировать, они начинают нагревать. На ладошку так вот молекулы. Они начинают нагревать все остальное, и таким образом все нагревается, и все становится. Поэтому в Икеи продается посуда специально для микроволновки, в которой вообще нет ни капли воды. Вот как. А яичко? А яичко взрывается, и до свидания. Ты посуду выбрасываешь. Да. С 25 этажа. А ты умеешь это вот крутить? Нет. Покажи, как это нельзя. Вот многим кажется, что палка крутится совсем по-другому. На самом деле, сейчас вообще как бы не обязательно умеете работать на барабанах, надо уметь просто палочек. Да, потому что... Это отвлекающий манер. Я, кстати, видел одного артиста, барабанчик, который только это и делал, вот всю дорогу. Да. То есть это сразу, что он без денег. На самом деле, это не просто такая профессия, что мы тебе видели. Обычно же смотрят на вокалиста или на вокалистку. Или на гитариста, у которого красиво. Или гитаристку. Да. А барабанчик, это же ущербная профессия. Почему? Сзади, не видно никого. Зато они дольше всех живут. Да, я это тоже знаю. А кто меньше всех живет в коллективе? Не будет. Таких нет, все живут долго. Барабанчик — это самое большое количество анекдотов. В мире... Вы знаете какой-нибудь анекдот? Куплю барабаны, куплю контролбас. Знаешь, что купишь? Нет. Поете? Нет. Мы еще не выучены. Это девочка в платье ситцы. А, долго ли будет носиться? Да. Ну что ж, а мы... Ты напишешь нам песню? Конечно. Мы станем известнее. Мы, я думаю, что под общие продолжительные аплодисменты, может быть, попросим товарища написать нам песню про девушку? Добрый вечер, девушку. Хорошо, напишем. Сейчас мы идем писать песню. Ну что ж, а мы продолжаем с этой прекрасной кавер-группой. Хотя она на самом деле рок-группа, это никакой не камер-группа. Мне кажется, вы даже рок-рок-группу два раза. А может быть, мы про друзей споем? Давайте споем про друзей. А под ваши бурные продолжительные аплодисменты как раз мы и начнем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА